Доброе утро, дорогие друзья! Хотел бы поговорить с вами о браках в Австралии. И с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Мы часто и много говорим о партнерских визах, потому что в действительности достаточно большой поток эмигрантов, которые приезжают в Австралию. И это не только русскоязычные, это многие люди из многих стран и народов приезжают в Австралию. Есть предубеждения против брака и говорят, что, я не буду перефразировать некоторые достаточно грубые выражения, как люди себе прокладывают дорогу в Австралию, но есть браки по любви, есть браки за деньги, фиктивные браки. На самом деле, дорогие друзья, не существует никакой разницы между этими двумя, казалось бы, экстримами. Нет. С одной стороны, люди хотят создать семью, с другой стороны, люди хотят создать эмиграцию, но семью создают с людьми, которые удобные, выгодные, интересные, перспективные. И, в общем-то, эмиграция в Австралию, сам факт обладания будущим австралийским паспортом, гражданством в Австралии или на первом этапе видом на жительство, это очень важный довесок к тому, что вы даете своему партнеру. Мы обычно осмотрим на то, что эта женщина дает гражданство мужчине, но чаще на самом деле происходит случай, когда мужчина дает гражданство женщине, приезжающей сюда. И здесь своего рода, очень нехорошо это звучит, но это своего рода сделка, когда человек за что-то, что он дает, получает что-то взамен. Это должен быть обмен все на то, что ты имеешь, на все на то, что имеет твой партнер. Здесь имущественные интересы очень важны, потому что, если мы говорим о том, что все вместе и пополам, представьте себе, у человека, ладно, бог с ним, это Австралия. Австралия, она людям, которые здесь находятся, либо далась даром по факту их рождения, либо, скажем так, они получили этот вид на жительство, и даст он вам это или нет, от этого он богаче или беднее в материальном плане, да и в духовном, не станет. Но дело в том, что для тех людей, которые приезжают сюда, обладание этим паспортом очень важно. Для женщины это фактор стабильности, для женщины это фактор того, что ее семья будет процветать, ее семья будет жить хорошо, ее дети будут счастливы, по крайней мере, людям это именно так видится. Что касается мужчины, давая эту страну за даром, хотя на самом деле ты и ничего не даешь, ты ничего не теряешь, ты даешь очень многое, но ничего при этом не теряешь. При этом ты обретаешь семейное спокойствие, партнера и все остальные достоинства и качества жизни, которые человек лишен по той или иной причине и ищет, пытаясь жениться или выйти замуж с гражданином другой страны, привезя этого человека в Австралию. Очень сложно определить, где любовь, где материальные какие-то интересы, где просто желание эмигрировать. Обычно это все вместе и в разных пропорциях, и мы даже сами люди не знают, где и какие у них есть пропорции. Одно понятно, что против того, чтобы семья существовала, высказывается общество, и австралийское общество не исключение, что бы вам ни говорили по каналам телевидения, радиовещания, что бы вам ни говорили социальные сети. Но на самом деле вся законодательная база, все, что делает правительство, и не только Австралия, все делается на то, чтобы семья изменила свою сущность, изменилась до неузнаваемости и стала совершенно противоположной тому значению, которое имелось у семьи изначально. Поэтому создание семьи это акт своего рода, может быть, протеста, протеста в том числе против иммиграционных правил, когда очень сложно въехать в Австралию, приходится использовать, может быть, этот путь для тех людей, которые ищут гражданство Австралии. Это говорит о том, что иммиграционная политика не отработана, экономика не отработана, когда нам в действительности нужны все возможные ресурсы, как рабочие квалификации, так и мозги, грубо говоря, приток мозгов. Но этого нет, и люди приезжают иным путем. И даже с этой точки зрения можно смотреть на вашу партнерскую визу в Австралию, вашу партнерскую иммиграцию в Австралию. Поэтому браки в Австралии неразделимы. Стремление получить иммиграцию и стремление создать семью, они настолько близки, что даже, даже, когда люди заполняют форму и дают обещание быть честными и выходить замуж и жениться, то есть вступать в брак ради того, чтобы была семья, не ради того, чтобы получить вид на жительство, там есть такое слово «soulyly». То есть вы говорите, вы клянетесь, что вы не рассматриваете этот брак единственной целью получения вида на жительство. Уже не говорится о том, что вы не должны к этому стремиться. Конечно, вы должны и стремитесь, только дурак этого не понимает. Но вот если только ради этого и только контакт вы расплачиваетесь деньгами, то в этом случае, да, государство может считать вас не очень приятным человеком для этой страны и постараться поставить вам барьеры. Поэтому, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы вы в действительности посмотрели на ситуацию с браками в Австралии с точки зрения не категоричной, а с точки зрения общей картины. Общая картина даст вам понимание вашего места в иммиграции в Австралии. Это очень, дорогие друзья, важно. Приезжайте в эту страну, она прекрасна, вы просто посмотрите на эту заставочку, на эту картинку. Вы здесь будете жить хорошо, вы здесь будете как родные, эта страна станет своей. Просто постарайтесь быть честны с людьми, честны с этой страной, с этим народом, насколько вам это возможно. И приезжайте, потому что вы никогда не пожалеете об этом шаге. Спасибо.